В.ПУТИН. Находится Законодательство РФ в сфере защиты прав эмбрионов? Изминулась ли что-то после принятия закона об охране здоровья граждан? В какую сторону? В.ПУТИН. Состояние нашего законодательства находится на стадии эмбриональной, зачаточной. Его практически нет. И закон об охране здоровья граждан Российской Федерации устанавливает только момент рождения ребенка. Это отделение плода от матери. И в принципе об охране эмбрионов у нас говорить, наверное, можно только в двух аспектах. Либо это на ранней стадии, и здесь у нас действует только временный закон о запрете клонирования. И в принципе, наверное, все, потому что эмбрион все-таки проходит какие-то стадии развития. Уже когда рождается плод, то можно говорить о том, что это уже ребенок, но до момента рождения. Но проблема как раз у нас в том, что отсутствует законодательное регулирование, определяющий статус эмбриона или ребенка, или плода, или можно как-то по-иному назвать. Во всяком случае тот период, который проходит человек с момента зачатия до момента рождения тем или иным способом. То есть законодательно не расписан процесс нахождения ребенка или, не знаю, как назвать, лица в утробе матери. И не определены, соответственно, правовые статусы. Вы, наверное, знаете, что сейчас в законодательном собрании на предварительной стадии идет такое обсуждение, довольно-таки живое проекта постановления о внесении изменения в Конституцию, в соответствии с которым как раз-таки вот этим неким субстанциям, эмбрионом назовем их, или как-то по-иному предлагается предоставить основные права предусмотренной Конституции. На ваш взгляд, назрежала ли в обществе необходимость принятия таких мер, о которых я говорю, и готова ли Россия, наше общество к таким изменениям? Насколько это востребовано, насколько правильна такая инициатива? Я думаю, поскольку Россия все-таки входит в Совет Европы, и мы считаемся демократическим государством, то обсуждение этих вопросов, оно актуально. Также это актуально потому, что развитие научных достижений в биологии и медицине за последние буквально 10 лет имеет прогрессирующее значение. И естественно, что вот эти научные достижения, они существенно опережают правовое регулирование. И, как всегда, право у нас запаздывает. Общество у нас, я считаю, готово к обсуждению этих вопросов. И вопросы, во всяком случае, детей волновали всегда и всех. Другой вопрос, что законодательно нужно определить, кем является или что находится в утробе матери до момента рождения. И, может быть, было бы еще хорошо заодно дать определение, что мы понимаем под понятием человека. Ну, наверное, один из самых таких острых углов такой инициативы является как раз-таки признание основного права и первостепенного права, права на жизнь за эмбрионами. Вот на ваш взгляд, насколько такое признание окажет влияние на практику абортов, на их право регулирования? Как в действующем федеральном законодательстве этот вопрос разрешается? И, как вы видите, у вас можно разрешение с учетом принятия такой поправки к институции? Значит, право на жизнь, да, это очень существенное право, но, опять же, само по себе оно не имеет законодательного определения. И вообще, в принципе, исторически о праве на жизнь заговорили после Великой Отечественной войны. До этого периода права на жизнь как таковое не существовало, существовали другие основные права. А жизнь, в общем-то, рассматривалась достаточно условно, и лишение жизни не являлось чем-то таким сверхъестественным. То есть, если государство принимало решение лишения кого-то жизни, в общем, это было нормально. И вопрос о праве на жизнь стал именно после Великой Отечественной войны. Если мы будем говорить о праве на жизнь в отношении нерожденного лица, то здесь, естественно, что любые ограничения, любых прав, они возможны в соответствии с частью 3, 55 статьи Конституции, если это необходимо в определенных целях, которые устанавливает Конституция. И на право женщины прервать беременность, это может оказать влияние только в том, если это будет рассмотрено в какой-то конкретной ситуации. Сказать, что после принятия этой поправки будут запрещены аборты, наверное, неправильно, поскольку возможно ограничение прав. И если законодательство, как на сегодняшний день оно предусматривает возможность искусственного прерывания беременности в определенных случаях и в определенных условиях, то эта часть законодательства может и не поменяться. Поэтому опасаться того, что женщины будут лишены этого права, и у нас возникнут какие-то проблемы, нельзя. Просто в тот период, когда или в каких-то странах, если запрещают аборты, они это действуют по каким-то своим национальным причинам, а медицина у нас имеет такое сейчас развитие, что в принципе уже от абортов медицина отходит. Достаточно других средств, которые не доводят до беременности. И я думаю, что вообще через несколько лет проблема аборта вообще исчезнет, потому что любой аборт несет негативные последствия. И хоть он по медицинским показаниям, по желанию женщины, она может после этого не иметь детей. И поэтому профилактика и развитие медицинских технологий должно быть направлено на то, чтобы избежать вот этой неприятной, в том числе и для женщины, процедуры, которые, в общем-то, связаны с большим дискомфортом. Но ведь речь идет не только о правильной жизни, но и об других основных правах и свободах, которые предлагаются закрепиться нерожденным ребенком. Вот как бы Вы прокомментировали такое положение? Вот на мой взгляд, права даже они нисколько должны быть закреплены, потому что они либо есть, либо нет. Вот нам нужно понять жизнь и человек. Он когда... Что есть человек, и когда человек, собственно говоря, имеет право на жизнь. После рождения вот в том понимании, которое существует сейчас, или все-таки, например, есть основания сказать, что жизнь человека начинается несколько раньше. И у него есть, естественно, в связи с этим основные права, которые он может реализовать по мере своего развития. Потому что если мы говорим об основных правах, то тот ребенок, который сейчас рождается, он тоже может реализовать не все права сразу, а по мере своего, так сказать, взросления. Мы просто должны определить, что есть человек, и когда начинается его жизнь. Если за нерожденным существом мы будем подразумевать человека, то тем самым мы можем стекнуть, что права и обязанности, в том числе и родительские, возникают не с момента рождения, а с момента первого сердцебиения, как и предлагается закрепить в проекте постановления. А если это суррогатное мантеринство, то у кого бы права возникают в этой ситуации? Значит, этот такой вопрос, он достаточно, так сказать, комплексный. Я думаю, что все вопросы надо решать постепенно, потому что Институт суррогатного мантеринства, он, это отдельный, так сказать, институт, и здесь действительно, вот как раз при его развитии, может быть, и очень важно определить права вот этого нерожденного ребенка, в том случае, если, например, суррогатная мать вдруг откажется отдавать его генетическим родителям, и он фактически остается у нее, и вот эта суррогатная мать даже без отца может воспитывать этого ребенка, а генетически родители окажутся неудел. Поэтому, может быть, вот как раз это очень важно в интересах именно этого ребенка. А по поводу момента первого сердцебиения, почему Вы считаете логичным закрепить именно первое сердцебиение в качестве момента рождения ребенка? Или же у Вас есть какая-то другая позиция на этот счет? Значит, вот я думаю, что в этой инициативе законодательной очень большой плюс в том, что этот вопрос поднят, а проблема того, первое это сердцебиение или это, например, момент зачатия, это вот то, что необходимо еще более детально обсудить и прийти как раз к какому-то общему консенсусу. Спасибо.